Я не помню, по-моему, Карл Маркс сказал, нельзя жить в обществе и быть отдельным от него, независимо от твоего, так сказать, социального статуса. Еще раз, почему я так долго отвечал. Не лезьте в то, в чем мы не понимаем и не обладаем полнотой знаний, например, во внешнюю политику. Еще раз, в Америке этим занимается эстеблишмент. И делом нации, внешняя политика страны, только тогда, когда идут первые гробы. У нас, к сожалению, все лезут, но при этом, когда начинают идти первые гробы, с Украины, например, которые сложно замолчать в нынешний век развития интернета, почему-то при этом все равно делают круглые глаза все и выглядит это очень некрасиво, как будто мы бросаем свои. Занимайтесь собственным двором. Стройте демократию на уровне собственного маленького, собственного айкумены жизненной. И из этого только снизу, только снизу и только таким образом. Большие партии будут вырастать из маленьких. Чем сильнее становится местное самоуправление, которому до сих пор, естественно, наверху боятся отдать финансовые полномочия и всякие разные другие. Реформа же так и застопорилась местного самоуправления. Все равно власть старается сидеть на бабках и контролировать бюджетные движения. Это все так там, типа спортплощадку в лучшем случае. Может быть именно поэтому люди наши идут, но нет у них финансового ресурса, такого сякого не чувствуют, что они что-то могут сделать. Вот что должно значить. Люди, эти люди сами построят вам большую, развитую, талантливую, успешную страну. У нас все для этого есть. У нас и талантов достаточно, хотя в любом обществе, в стране только гениев, много талантливых людей. Ну их столько же пропорционально, сколько в любом другом государстве. Это закон, это математический закон. Но у нас есть все, и территория, и ресурсы, причем это не нефть и газ, это еда, то есть она же территория. Это вода, это воздух, это при потеплении климата, это удачно, мы меньше всего от этого пострадаем. У нас масса плюсов, мы действительно страна возможностей. Только никак их нам не появляться, не получается использовать. Мы их начинаем как-то развиваться, только когда наступает задница. Это вот неизбывная русская, я не знаю, что с этим делать. Поэтому за ним плевать на информационные войны, занимайтесь жизнью собственного двора, и будет ваша жизнь лучше. Все, никому не верьте. Все ложь.